Детские сады, школы, больницы, дороги, магазины, детские площадки. Эти критерии характеризуют жилые микрорайоны. По ним можно определить степень комфорта для жизни. Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город». И сегодня мы протестируем три столичных микрорайона и узнаем, можно ли их назвать по-настоящему комфортными и удобными. Новые микрорайоны планируют, исходя из местных нормативов градостроительного проектирования. В этом документе прописаны все основные требования. Исходя из этих норм, все разработчики проектов планировки территории, предусматривают во всех жилых территориях необходимое, как минимум, минимальное количество объектов инфраструктуры. К примеру, в документе указано, сколько должно быть построено торговых площадей. На каждую тысячу жителей должно быть продовольственных магазинов, продуктовых магазинов должно быть 70 квадратных метров. Для промтоварных магазинов 30 квадратных метров торговой площади на тысячу жителей. И только если план застройки соответствует нормативам, строительству микрорайона дают зеленый свет. Вишневый, апельсиновый, виноградный. Такое вкусное название жилых кварталов в микрорайоне Садовый. Но так ли сладко здесь жить? Это мы выясним прямо сейчас. Добраться из пункта А в пункт Б, причем максимально быстро и комфортно. Транспортная доступность – один из основных критериев. В Садовом микрорайоне расположено 8 остановок общественного транспорта, на которых останавливаются маршрутки под номерами 30, 65, 331, автобусы под номерами 2, 3 и 12. Уехать из Садового можно в центр Новоюжный район, а вот до севера и западного придется добираться с пересадками. Там в Садово ходит только 65 маршрутка, она ходит только по одному маршруту. Это очень неудобно. И 12-й автобус, а так больше там никакого транспорта не ходит. Некоторые люди ходят либо на Байконур, либо сюда на Богданку поднимаются и ездят с пересадкой. А вы как именно? Ну, с пересадкой когда, если что. Если мне, например, нужно в Юго-Западный, тут однозначно. Либо с коляской туда в метель, либо с пересадкой ехать. Когда как, ешь транспорт, едем, нет, стоим. А вот максимально долго, сколько вы ждали? Ну, минут 10-15. Интервал движения – важный фактор. Мы решили проверить, как часто ходит общественный транспорт. Для эксперимента выбрали остановку улицы Дементьева. В среднем интервал движения общественного транспорта составил 5 минут. И это не пиковое время. Недавно «Чуваш-Автотранс» прекратил перевозки по Чебоксарам. Автобусы ушли с дорог, на смену им пришли микроавтобусы. А вместе с ним и проблемы, особенно для родителей с детьми. Не можем с коляской залезть в маршрутку. Даже если у меня коляска складывается, мне нужно это ребенка опустить, сложить коляску. В это время ребенок убегает или кого-то просить. Осенью ситуация осложнится еще и тем, что на учебу начнут ездить школьники и студенты. А значит, транспорт станет более загруженным. Но решение уже есть. До конца текущего года планируем непосредственно Садовый микрорайон обеспечить троллейбусным сообщением. По маршруту железнодорожный вокзал, микрорайон Садовый. Там будут курсировать 5 современных низкопольных троллейбусов. Также, которые будут включать в себя все необходимые функции для инвалидов и колясок. Магазины шаговой доступности. Они необходимы для комфортной жизни в любом микрорайоне. И так, сосчитаем их количество в Садовом. В верхней части, на улице Богдана Хмельницкого, расположено 6 продуктовых магазинов. В новостройках несколько мини-маркетов, торговых киосков, 3 продуктовых и 1 строительные магазины. Почти все магазины открылись совсем недавно. В этих мини-маркетах можно купить свежие фрукты и овощи, а также товары первой необходимости. Конечно, хочется не такие мини-маркеты, но хочется много в магазинах, как «Пятерочка». А где закупаетесь обычно? Ну, как по пути, как попадается. А тяжело с такими сумками идти? Ну, естественно. В нижней части микрорайона этот продуктовый открылся 2 месяца назад и сразу стал популярным среди местных жителей. Александр Ксенофонтов покупки здесь совершает каждый день. Уже года, может, 5 существует Садовый микрорайон. И получается так, что это первый магазин, где можно купить по достойным ценам. И вообще, и товар, номинование товара большой. Ну, и цены удобные. Приходилось подниматься наверх. Ну, получается, в районе времени где-то, может, уходило на покупки где-то час-полтора. А сейчас обходится буквально в полчаса. У нас представлены все группы товаров. Также появилось и мясо свежее, и рыба свежая, и вся бокалея, все кондитерские изделия. Все, что, в принципе, нужно каждый день. Планируем расширить продукцию и промтоварные, и товары для споры 1 сентября, для школьников. Поэтому будем учитывать и эти пожелания. Проблема магазинов шаговой доступности стала потихоньку решаться. Но этого пока недостаточно. Выбор очень даже маленький, я бы сказала. Всего 2 сети магазина, но такой большой микрорайон – это очень мало. Выбора нет, и приходится идти далеко и тащить огромные пакеты сразу, чтобы надолго хватило. Следующий важный критерий – наличие детских садов и школ в микрорайоне. В Садовом открыт один детский сад. Он состоит из двух корпусов. Садик рассчитан на 720 мест. Наличие садика для семьи Викторовых играет большую роль. В них подрастает двое детей. Садик, очень хороший садик. Еще, говорят, с бассейном как раз нам это предстоит. Старший ребенок. Еще старший ребенок есть, мы, может, тоже сюда перейдем. Ждем большинство из школ. Потому что ребенку старшему через два года уже предстоит нам, это в первый класс, чтобы идти. Строительство школы – тема, которая волнует всех жителей микрорайона. Проектная документация готова. Заключение тоже положительное имеется. Были проблемы с передачей земельного участка в собственность города. Сейчас администрация города планирует, что эта школа начнет строиться в 2019 году. Благоустроенные дворы – еще один фактор, по которому можно определить степень комфорта и удобства микрорайона. В Садовом в каждом дворе есть детские площадки с качелями, каруселями и горками. Мы там играем, катаемся, играем в догонялки. Есть что-то любимое на детских площадках? У тебя что нравится? Горки, качели. Детские площадки очень удобные, дети гуляют. Ну, вроде все так. Район очень нравится. Однако хорошие площадки есть не везде. К примеру, во дворе дома 4, корпус 1, по улице Дементьева всего одна карусель. Зато много скамеек и белый сушилок. Мне наш двор не очень нравится, потому что тут мало качель и этот. Невозможно покататься. Мы ходим иногда в соседний двор играть, потому что там получше. Чтобы качелей стало больше, а сушилок меньше, нужно обратиться в районную администрацию. Комфортное передвижение в микрорайоне пешком и на автомобиле. Хватает ли садовом, тротуаров и парковок? Один минус большой тротуары очень. Очень большой минус тротуаров. Но хватает, вот идем, ну, как с ребенком, с детьми, ну, неудобно. Вот, смотрели, здесь, да, ну, как бы доделали, а вот здесь... Обрезали. Нет, тротуары вообще идем. Не очень удобно, потому что с ребенком идешь на машинке, катаешься на коляске. Прямо, этот, машины едут и страшно так. Не очень, ну, как бы, недоделок много, пандусов таких нормальных практически нету. Вот, ну, для машин тоже асфальт не везде проложен. Доделать тротуары и доложить асфальт должен состройщик микрорайона. А вот с парковками в Садовом ситуация получше. По сравнению с остальными районами у нас более, как бы, обустроено в плане парковок, места побольше. Но все равно машин очень много и не хватает мест. Бывает, порой приезжаешь вечером и крутишься вот вокруг дома и не можешь никуда машину воткнуть. Приходится вот даже в соседних дворах машину оставлять. Вообще, пора бы уже многоуровневые парковки в городах делать, потому что, ну, уже реально невозможно машины негде ставить. Своё место под окнами дома ищет и Владимир Липатов. Если придёшь уже после девяти в десять, всё уже, считай, будешь искать. Вы где обычно паркуетесь успеваете? Ну, я стараюсь, как бы, пораньше приезжать. Ну, тогда проблема, как бы, решается. Застроили сейчас сзади дома, ну, там люди стоят, машины. Можно с нашей стороны, где вход. По нормам на одну квартиру должно приходиться одно парковочное место. Но в реальности выполнить это условие практически невозможно. Если мы вот такое количество парковочных мест обеспечим во дворе жилого дома, да, на каждую квартиру одно парковочное место, то получится, что наш двор превратится в одну парковку. Сейчас идёт разработка новых нормативов. Включиться в обсуждение могут и горожане. Текст документа представлен на сайте столичной администрации. Прекрасный вид на Волгу. То, чем могут похвастаться жители Соленова. Какие ещё есть плюсы у микрорайона? Сейчас узнаем. В Соленом одна остановка общественного транспорта, на которой останавливается один автобус под номером 24. Сейчас роль автобусов выполняют микроавтобусы. Они ходят по расписанию раз в полчаса. Я не знаю, сейчас не знаю, конечно, утром, как ездят. Но у меня дочка вчера на 8.30 поехала, все на головах стояли. Она сидела, на ней почти сидела женщина, ещё бабушка с ведром. Ну, считай, в эту маршрутку залезло очень много народу. Добраться и выбраться из Соленова, особенно в выходные, для многих жителей большая проблема. С суббота-воскресенье вообще не попадёшься в Соленое. Тут мы здесь вот недавно живём. Вот. И как решаете эту проблему? С пересадками добирать? Как пересадки? На такси. Сколько стоит на такси уехать? Сто рублей. Куда ездить? Энергозапчасть досюда, вот до нас. Сто рублей спрашивает. Такси ежедневно пользуются и Антон Кашкин. Семьёй в Соленое переехал полгода назад. Рассказывает, здесь тихо и спокойно. Рядом Волга есть хорошие игровые площадки. Но есть и одно но. Здесь абсолютно нет инфраструктуры, которая нужна нашему маленькому райончику. Ни маршруток, ни свободного выезда в город, ни свободных покупок и так далее. Пустить хотя бы один рейс, который будет ездить не по расписанию через час, а как обычная маршрутка с интервалом минут 10, хотя бы 15. В столичной администрации уже нашли решение этой проблемы. Перевозчикам рекомендовано с 1 сентября увеличить количество либо подвижного состава, либо вместимость транспортных средств, чтобы в полном объеме удовлетворить все потребности населения. Помимо 24 маршрута, с 1 декабря также планируется изменение схемы движения маршрута номер 41. В настоящее время 41 маршрут обслуживается малым классом. В перспективе он также останется малым классом. 24 маршрут будет современный комфортабельный автобус среднего класса. А с таким рюкзаком впору ходить в походы по магазинам. В таких целях его использует Иван Золотарев. На этой остановке он садится в автобус и выезжает за продуктами. А здесь вот два магазина есть, так это тут не все-то есть, поэтому... То есть физкультура такая получается? Да, физкультура получается. У нас вообще магазин работает буквально до 8 часов. То есть я с работы приезжаю в 8 часов и... То есть не успеваю. Хотя бы какую-нибудь пятерочку на магнит-супермаркет. То есть там есть бытовая химия и все возможное, что можно купить. Только здесь. Здесь в основном. В основном здесь? На элеваторной редко, когда и хлеб свежий всегда, и ассортимент большой. Все устраивает. В этом году в Соленом начали строить детский сад на 220 мест. Среди тех, кто очень ждет его открытия, Галина Егорова. У нее три внука, два из которых ходят в садик. В садик, в город. Вот вы представляете, на этой маршрутке, туда и оттуда денег не хватает. Надо утвезти, надо привезти ребенка и опять за ним съездить, и обратно привезти. Тяжело. Сейчас строители возвели первый этаж будущего садика и перешли ко второму. Работы идут по графику, а принять первых воспитанников сад должен в третьем квартале будущего года. В планах столичной администрации построить и школу. Разделиться на две команды и выяснить, кто лучший футболист. Такая картина на спортивной площадке царит каждый день. Футбольное поле появилось месяц назад. Миша Епифанов опробовал его одним из первых. В свободное время все лето вот тут провожено на этом поле. Комфортное, очень удобное. Да, падать не больно. В каждом дворе есть детские площадки. Места для игр хватает всем. А вот асфальтированные дороги есть не везде. Например, около продуктового магазина. Здесь вот бетон, который весь разрушенный давно. И, ну, как бы, ну, наверное, необходимо постелить асфальт все. Не без последствий для автомобиля. Все-таки разрушается там подвеска автомобиля. И мы ездим здесь вот очень медленно. В самих дворах асфальт ровный и аккуратный. Мечта пешеходов и водителей. Для последних еще один плюс – хорошие парковки. С парковками для машин проблем нет. Можете зайти в любой двор. Для всех есть место или спереди дома, или сзади дома. Парковок во дворе, в принципе, как когда приезжают только ставить свои машины, жильцы, как бы хватает. Этого города нет на карте Чуваши, но люди здесь живут. Микрорайон «Новый город» находится между Чебоксарами и Новочебоксарском. Можно ли здесь с комфортом начать новую жизнь? Это мы проверим прямо сейчас. В микрорайоне «Новый город» расположено 16 остановок общественного транспорта, на которых останавливаются маршрутки под номерами 33 и 65, а также автобус под номером 26. Добраться можно практически в любую точку города, что удобно. Проверим, с какой частотой ходит общественный транспорт в этом микрорайоне. Для эксперимента выбрали остановку на улице Прокопьева. Самое тяжелое, вот я обычно езжу на 65-й, это вечернее время. Это вот после 8 вечера 15-20 минут. С утра и днем все так довольно-таки предельно хорошо. Если езжу в северо-западный или в другие районы, обычно выхожу в район деревни Пехтулин и уже оттуда уезжаю на Новочебоксарский. Ну, добраться сложно, ладно, потому что все, ну, так как он большой уже становится, народу много. И маршруток само особо народу тоже много. И бывает даже битком они едут сюда. И даже после садика я с сестренкой еду, и они просто вот так вот приезжают мимо, потому что они все битком забиты. Желательно, конечно, еще 2-3 рейса, в смысле автобуса, маршруток, чтобы послались к нам сюда. Дети наши вот на работу ездят, они с пересадками. В новом городе большая стройка, и речь не только о новых жилых домах. Полным ходом идет реконструкция Чебоксарского проспекта. Сейчас подрядчик устанавливает опоры освещения, ливневки, также расширяет проезжую часть. Она станет четырехполосной. И прокладывает контактные сети для троллейбуса. Вообще протяженность 1 километр 914, вроде бы, метров. А один из этапов, который в этом году мы реализуем, порядка 900 метров. Дорога, да, будет на мере месяца готова. Значит, контактная сеть до конца года. Это позволит нам проложить туда троллейбусную маршрутную сеть. Мы планируем это сделать в первом полугодии 2019 года. Возможно, даже два маршрута определим в новый город, который будет вывозить пассажиров не только в сторону северо-западного района, но также в сторону центра, возможно, ново-южного района. Проблема магазинов шаговой доступности в новом городе решена. Купить все необходимое для дома рядом с домом можно за пять минут. Я думаю, их достаточно. На каждом углу можно найти магазин. Нет такого дефицита, то есть все хорошо. Магазинов уже больше стало, но желательно было типа рубль бума, бытовая химия, чтобы, возможно, промышленные товары еще. В микрорайоне открылся продуктовый супермаркет. Есть спортивные и зоомагазины. К услугам жителей три кафе. В новом городе открыты детская и взрослая поликлиники, детский сад. В него ходят 160 ребят. Среди них дочка Алисы Дмитриевой, Алина. Очередь быстро так дошла. Как раз нам три года исполнилось. И три года два месяца мы пошли в садик в новом городе, чему очень безумно рады. А как вам садик вообще? Хороший? Садик хороший, все новое, воспитатели превосходные. Детских садов в микрорайоне станет больше. Сейчас идет строительство дошкольного учреждения на 160 мест. В ближайшее время начнут возводить еще один садик на 240 дошколят. Мечты о школе рядом с домом тоже скоро сбудутся. Проектно-сметная документация готова и прошла экспертизу. В учебном заведении смогут учиться полторы тысячи ребят. Пока дети катаются на качелях, мама Оксана отдыхает на скамейке рядом. На этой игровой площадке семья гуляет каждый день. У нас очень много площадок, очень хороших, очень красивых, удобных. Тишина, не так много машин, как вот в городе. Ну, вообще спокойствие, свежий воздух. Нам очень комфортно, нам очень хорошо живется, детям очень нравится. Про резиненные площадки, безопасные качели и горки. Поиграть с комфортом можно в каждом дворе. Резиненные лучше, конечно, то, что песок ребенок заносит домой. А так, и там, в принципе, хорошо. Они новые, качественные, ну, как бы не этот, ребенок нигде не ушибется. Мы с ребятами постоянно приходим и играем в игры. На что играете? Мы играем в вышеноги от земли. Мы очень часто гуляем. Качели, карусели нам очень нравятся и нам хватает. Молодым семьям с детьми в Новом Городе жить комфортно. А что могут сказать автовладельцы? Наличие парковок и ровных дорог – важный критерий. Проблем нету с парковкой в Новом Городе, по крайней мере, меня. После восьми уже нет места. А как выкручиваете все? Как-то ищем. Как-то так ставим. Как часто вот так вот такой ситуации окажется? Каждый раз, пока хватает. Но когда все заселятся, наверное, будет сложно с этим. Где мы, как говорится, находимся, там есть места. В Чебоксарах строятся дома, растут целые микрорайоны. Мы рассказали вам о критериях, по которым можно определить степень комфорта жилой среды. Над некоторыми из них городским властям еще предстоит поработать совместно с жителями. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова